На связи Андрей Алексеевич Рыженко, это эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса ВМС Украины. Приветствуем вас, Андрей Алексеевич, в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Добрый день. Ну, смотрите, вот мы закончили на истории под названием «Перспективная выдача или передача Украине АТКМСов», а также F-16. Ваше мнение по поводу того, а когда же Украине стоит ожидать на развитие этой истории таким образом, чтобы мы получили вот эти вооружения в помощь нашей стране? Ну, вопрос политический по F-16, я так понимаю, уже решен. То есть есть разрешение Соединенных Штатов Америки на передачу третьими странами Украине этих самолетов. Сейчас, насколько я знаю, формируется международный консорциум, который будет заниматься этим вопросом и определяются страны, которые готовы передать эти самолеты. Ну, самолет F-16, самолет достаточно старый, вы знаете, он еще производится с конца 70-х годов. Однако он может серьезно быть модернизированным и он даже сейчас выпускается новый. Но сейчас, в общем-то, о производстве новых, наверное, речь не идет, потому что это долгая история. Поэтому я думаю, сейчас, в принципе, определят наиболее оптимальный для Украины вариант получения максимально быстро этих самолетов с учетом технической модернизации этих самолетов. Потому что в любом случае придется их модернизировать, на них находится оборудование, которое обеспечивает применение ядерного оружия. И на самолетах НАТО оно есть. Плюс, видимо, будут еще какие-то определенные технические модернизации, связанные с как раз нераспространением технологий, которые являются секретными. Кроме того, я думаю, что будет поставлена туда, возможно, новая авианика, новые радары, потому что придется им воевать с самолетами российскими, современными, Су-35, Су-34, Су-30. Они, в общем-то, достаточно являются боеспособными. Поэтому тут должен быть технологический перелес. В общем-то, насколько мне известно, сейчас ищется такой вариант, чтобы Украину, хотя бы минимальное подразделение, то есть эскадрилье, было поставлено как можно быстрее. То есть, возможно, это разговор про несколько месяцев. Но, опять же, пока полностью такого сформированного решения нет. Сейчас уже проводится тестирование летчиков наших, готовится программа подготовки, формируется вот этот вот пакет, скажем, ресурсный пакет, с которого будут браться средства на все эти позиции. После этого начнется, я так понимаю, параллельно подготовка летчиков, технического персонала, подготовка самих самолетов. Возможно, вот первая эскадрилья будет с минимальными какими-то доработками. А самолеты, которые пойдут дальше, они будут уже, пройдут полный цикл. Но, насколько мне известно, сейчас в Соединенных Штатах на компанию «Лохед Мартин» она фактически сильно загружена именно по этим позициям, по этим самолетам. Потому что, ну, страны, которые имеют такие самолеты, видя, что творится в Украине, вот эти вот агрессивные действия России, они сейчас начали тоже усиливать свои авиационные парки боевые. Поэтому, ну, тут есть варианты, как это ускорить. Поэтому я думаю, что через несколько месяцев мы можем видеть уже реальные результаты. По ракете «Атакамс», ну, из публичного, недавно президент Байден сказал, что вопрос по этой ракете обсуждается. Ну, для меня, как бы, это был такой серьезный индикатор, потому что раньше про это либо вообще не говорили, либо говорили, что это нецелесообразно. Сейчас, как бы, ну, допускается то, что он уже обсуждается. То есть тенденция есть позитивная, но я думаю, все равно решение, оно будет объявлено тогда, когда оно уже будет, а не в процессе формирования. Но я так думаю, что оно формируется. Действительно, очень важная тема, и об этом сейчас очень много изданий посвящают как раз свои первые страницы. Политика, в частности, пишет о том, что все-таки, как озвучивают название, в Конгрессе США возобновили давление на Байдена с требованием предоставить Украине «Атакамс». Я тогда процитирую. «Война в Украине превратилась в конфликтное истощение. Мы можем и должны помочь выйти из этого тупика, быстро предоставив украинским силам эти дополнительные возможности. Мы можем значительно повысить их шансы на победу, восстановить мир в Европе, обеспечить более стабильный, процветающий мир». Это я сейчас процитировала письмо к Байдену, которое на днях, вот законодатели, республиканцы, демократы написали обращение такое к президенту США, как раз для того, чтобы быстрее был дан зеленый свет как раз ракетам «Атакамс». Я хочу также вспомнить и министра обороны Украины, который на днях сказал, я тоже процитирую, что очень важно, что как только Украина будет иметь на своем вооружении отечественные ракеты, дальностью поражения более чем 300-400 километров, тогда наши западные партнеры и предоставят ракеты «Атакамс» и другие виды вооружения. У нас с вами официально существует утвержденная ракетная программа, на ней официально уже выделяются деньги из бюджета. Исполнителями этой программы являются украинские на 100% производители и индустрия. Он там же также вспоминает противокорабельные ракеты «Нептун» и так далее, которыми как раз удалось и утопить флагманский тогда корабль «Москва». Но все же, исходя из того, что сказал Алексей Резников, что предоставят «Атакамс» только когда Украина будет иметь на вооружении отечественные ракеты дальностью более 300-400 километров. Давайте мы тоже немножечко разъясним, как правильно этот процесс может выглядеть. Вы знаете, ну я честно не знаю, как связать два этих процесса. Если честно, действительно в Украине очень сильная инженерная школа и традиции ракетостроения. Но самая большая проблема как раз в серийности продукта, потому что разработки идут очень долгое время. Ну я еще помню, с начала 2000-х годов шли разработки оперативно-тактических ракет с дальностью стрельбы там около 1000 километров. И противокорабельные ракеты того же «Нептуна». И вот этих самоходных установок типа «Богдана» 155 миллиметров. Однако на это уходит большое количество времени и пока серийности она все-таки недостаточная. Понимаете, потому что это очень важно. Я думаю, что это первый момент. Второй, ну Украина фактически находится, вся территория Украины в радиусе досягаемости российского ракетного оружия. И поэтому, ну тут надо этот момент тоже учитывать. Поэтому производство, соответственно, станет целью номер один. И по всей видимости, ну это будет сложно сделать. Вот, возможно, это можно будет сделать совместно с европейскими предприятиями. Однако, ну опять тут у вас важно количество вот этого оружия произведенного. Потому что мы с вами знаем, что ежедневно Украине необходимо, например, там 6-7 тысяч снарядов. Количество ракет, я думаю, ну вот ракет залпового огня тоже, оно исчисляется, по всей видимости, сотнями необходимость. То есть, ну это очень большие цифры. Количество ракет вот таких ударных, то есть, оперативно-тактических, но особенно в период наступления могут быть десятки. Вот, поэтому вот это важная позиция. Но я думаю, что есть люди, которые, ну, эти вопросы общили. Но, как бы, ну, вот это очень важно, как бы, иметь в виду. А на поле боя оружия нужно сейчас. Поэтому вот эти переговоры постоянно ведутся. Естественно, что Украине нужно адаптировать эти технологии, потому что после окончания боевых действий, ну, есть смысл производить все-таки такое оружие самим, либо участвовать в кооперации, как минимум проводить технологические работы по эксплуатации. Смотрите, Андрей Алексеевич, давайте далее поговорим о очередных пакетах помощи нашей стране, и в частности, тех, которые передаются от официального Вашингтона. Так, Министерство обороны США в пятницу объявит о предоставлении Украине нового пакета помощи в сфере безопасности на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Агентство Bloomberg сообщает об этом, ссылаясь на представителей Белого дома. Средства, которые будут выделены в рамках инициативы содействия безопасности Украины, пойдут на закупку ракетных пусковых установок и ракет «Хоука», а также двух типов ракет для ЗРК «Патриот». По сведениям источника, в рамках нового пакета Украина также получит усовершенствованные противорадиолокационные ракеты типа ПАК-3, производимые «Локхет-Мартин», а также противорадиолокационные ракеты «Совершенствованная система» наведения GMT, производства «Рейтан-Технологи». Как заявляют компании, GMT обладает улучшенными способностями для поражения тактических и баллистических ракет, крылатых ракет или самолетов противников и дополняет собой ПАК-3. Но тут простой вопрос, как вы оцениваете. Понятно, что это пока не подтвержденная информация, но все же, если речь идет именно об этих средствах противодействия, в частности, ракетной угрозе, то как, по-вашему, на что делает ставку администрация Джозефа Байдена и в целом Вашингтон в противостоянии с Российской Федерацией сейчас? Ну, то, что можно сейчас видеть последний месяц, когда по Украине было использовано 200 кроватых ракет, включая как минимум 20 гиперзвуковых ракет и порядка 350 беспилотников, мы видим, что, в общем-то, они усиленно атакуют Киев, столицу, где знают, где точно находится система Патриот. И впервые, в принципе, они начали атаки с использованием такого количества гиперзвуковых ракет Кинжао и Искандер, именно Искандер-М. Я думаю, что, ну, мы знаем, что эти ракеты были сбиты системой Патриот, но я думаю, вот эта новая ракета ПАК-3, которая модифицирована, которую вы сказали, она обеспечивает более высокую вероятность поражения таких гиперзвуковых целей с баллистической траекторией. Их расход будет меньше, по всей видимости. То есть я думаю, что по результатам вот этих вот боевых действий в мае, по результатам анализа того, как использовалось это оружие, как раз и было принято вот решение, что касается вот этой новой модификации ракеты для комплекса Патриот. Что касается их системы ХОК, то мы видим сейчас, что россияне значительно активизировали действия своей авиации вдоль линии фронта. И эти системы ХОК и ракеты к ним, они, ну, в принципе, очень, несмотря на свой возраст там солидный, они очень активно могут быть использованы и эффективны как раз для противодействия такой тактической авиации противника. Спасибо вам большое за этот анализ. Ну, будем смотреть, да, как мы понимаем, сегодня объявят в этом пакете помощи. И, конечно же, зрители нашего телеканала знают про этот пакет и про то, какие составляющие вошли в очередной, такой, знаете, пакет помощи и поддержки Украины со стороны США, ну, из эфира телеканала Freedom. Вас благодарим. Андрей Реженко, эксперт Центра обороны и стратегии, капитан первого ранга запаса ВМС Украины. Был с нами на связи. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. После вернемся к обсуждению уже новых тем. Дождитесь, никуда не уходите и не переключайтесь. Продолжение следует...